Ну что, ребят, всем здрасте! С вами снова Константин Калуцкий, и я поздравляю вас с тем, что Алексей Миранчук забил очередной мяч за Торино. Причем этот гол оказался победным, принес туринцам три очка в тяжелейшем матче против Фиорентины. В общем, любо-дорого смотреть на то, как зажигает Леша в последнее время. И давайте обсудим его забитый мяч и в целом его действия в игре против фиалок. Ну и кайфанем лишний раз от того, насколько же хорош наш атакующий хавбек в своем новом коллективе. Сидел на скамейке запасных в Аталанте, дали ему возможность показать себя в Торино, и вот, пожалуйста, оклемался после травмы и начал приносить победы. Друзья, хотел сообщить вам, что в Телеграме открылся новый канал, посвященный беттингу – Утка Геймс. Причем этот канал был создан пятью крупными YouTube-блогерами, которые решили объединить свои усилия для того, чтобы создать этот проект. Там очень внимательно подходят к делу, разбирают матчи досконально и предлагают самые выгодные варианты для того, чтобы сделать ставку. Там делается упор на бесплатные прогнозы, которые регулярно заходят и приносят всем прибыль. Так что переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на Телеграм-канал Утка Геймс и следите за их обновлениями. Следует отдельно отметить, что эта победа была особенно важной для Торино, потому что это была битва за шесть очков. Перед матчем и у Ферентины, и у Торинцев было одинаковое количество баллов. Так что эти три очка особенно важны, и эта победа особенно ценна. И разумеется, в этих условиях успех Миранчука становится еще более ценным. Хотя ему, конечно же, пришлось тяжело, как и всему туринскому коллективу. В этой встрече Торино очередной раз столкнулся с проблемой отсутствия сильного нападающего. У них просто нет толкового форварда. И вот в данной встрече в атакующей тройке вместе с Влашичем и Миранчуком появился Дембо. Но не Дембо Ба, великолепный в прошлом нападающий, а некий Дембо Сек. 21-летний молодой и темнокожий паренек, который должен был здесь, ну, так скажем, изображать из себя нападающего. По-моему, это первый раз, когда он попал в стартовый состав по ходу текущего сезона. И, в общем-то, своими действиями он во многом доказал, что он не зря оказывается регулярно именно на скамейке запасных. Но, как мы уже много раз отмечали, у Торино сейчас просто нет иных выходов. Либо играть вообще без нападающих, либо с таким вот молодым паренком. В результате вся атакующая игра Торино сводилась, ну, скажем так, к работе без сантерфорварда. Миранчук и Влашич не получали должной поддержки впереди, не получали хороших адресов для передач. Сек старался, пыхтел, но, по большей части, ошибался. И в результате Влашичу и Миранчуку приходилось так или иначе работать самостоятельно, создавать в одиночку какие-то опасные моменты. Ну и в этом Миранчук оказался очень хорош, потому что человек забил два мяча, так на секундочку. Причем в той игре, где у Торино были колоссальные проблемы в атакующей игре. И да, я сказал, что он забил два мяча, но засчитали один. Зато какой! Роскошнейший удар, потрясающий выстрел. Ну и хотелось бы отметить, что в целом Миранчук старался, но ему было чертовски тяжело. И не только из-за отсутствия нормального нападающего. Ну и потому, что Миранчук забил гол на 33-й минуте. В результате после этого, на протяжении целого часа игры, мы наблюдали осаду ворот Торино в исполнении Фиорентины, которая пыталась отыграться, зажимала туринцев на их половине поля и не позволяла толком играть вперед. И процент владения в этом отрезке, он как бы характеризует то, что происходило на футбольном поле. Получается вот такой парадоксальный момент, что Миранчук, забив гол, ну скажем так, осложнил жизнь самому себе. Потому что после этого Торино практически не выходил в атаку. И по большей части тому же самому Миранчуку приходилось работать в прессинге, в отборе и защищать минимальное преимущество, которое он сам же добыл. Кстати, Миранчук очень неплохо. На самом деле отработал на своей половине поля, бился, сражался и не случайно, что он провел всю встречу. Хотя, казалось бы, во втором тайме Миранчук был практически незаметен впереди в атаке, как, собственно, и весь Торино в целом. Но зато приносил очень много пользы и из-за этого как раз его и держали на поле, для того, чтобы он помогал в давлении, в прессинге, в отборе. И таким образом Миранчук помог создать вот это преимущество минимально, и он помог его удержать. Разумеется, Миранчук получил самую высокую оценку по версии сайта Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия. Миранчук сделал много полезных защитных опций. Леша молодец. Леша прям понравился. И лишнее доказательство того, насколько ему доверяет Юрич, это то, что он провел полную встречу. Ну и, конечно же, есть надежда, что как только с Миранчуком будет взаимодействовать какой-то толковый центральный нападающий, то и Леша станет прибавлять семимильными темпами. Потому что сейчас, что ему, что Влашичу тяжело без достойного нападающего впереди. Ну и так, получается, что у Миранчука в 13 матчах серии А уже 6 очков по системе гол плюс пас. 4 плюс 2. По-моему, это очень круто, особенно в контексте того, что Торино это все-таки середняк. Миранчук получил травмы по ходу сезона. И вообще он в новой команде, где нужно адаптироваться. Но в сухом остатке очень много пользы он приносит своему коллективу. И потихонечку становится, ну не то чтобы прям звездой серии А, но становится серьезным игроком европейского масштаба. Статистика вполне себе достойная. Ну и да, давайте лишний раз вспомним про то, как Гасперини в свое время недооценивал Миранчука, сажал его на скамейку и в частности заявлял, что Миранчук плохо работает в прессинге и отборе. Посмотрите этот матч сеньор Гасперини и как Миранчук работал, удерживая победный счет и как он сражался для того, чтобы Торино добился победы. Ну, знаете, будет очень красиво, если Торино сможет подняться выше Аталанты. Это, конечно, далеко не факт, что произойдет, но будет очень красиво. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube канал. Ну и, разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok